Ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. Соревнования по всестилевому карате, как правило, проводятся в трех дисциплинах. Разрешенные зоны атаки – голова, корпус, руки и ноги. Среди поклонников всестилевого карате немало девушек, умеющих постоять за себя. Если ты веришь в себя, если тебе нравится заниматься, ты хочешь, то это чуть-чуть полегче. Если ты не веришь в себя и не хочешь, то это тяжело. Лично наша команда приехала в выступающих самбон и япон. В самбон это удары до шести очков, а в японе до двух очков. Я сегодня приехал только за победой и других вариантов нет. Всероссийские соревнования по всестилевому карате в Одинцово проводятся впервые. Два соревновательных дня, почти 500 участников из 15 регионов России. На открытии среди почетных гостей ветераны Виктор Прокопеня и Геннадий Ковалев. Пора на подственных слов от представителей районной общественной палаты, которая оказала немалую помощь в организации чемпионата. Звучит гимн России в исполнении Екатерины Нефедовой. И на татами с показательным выступлением выходят каратисты клуба «Восходящее солнце». Хотелось бы поблагодарить администрацию города Одинцово. Хотелось бы поблагодарить общественную палату, которые поддержали нашу инициативу. Поблагодарить хотелось бы спортивный комплекс, который нас принял, всячески помогал нам в сложных ситуациях, в любых вопросах. Думаю, что будем ежегодно проводить всероссийские соревнования, но и не только всероссийские, но еще и соревнования других уровней. Всероссийский чемпионат в Одинцово проводился в ограниченном контакте. В субботу были ката, в воскресенье – кумите. До итоговых выступлений дошли лучшие каратисты, которые работали на собственный результат и на престиж команды. С Леон каратэ много видов единоборств. Это и каратэ, и каратэ, который полный контакт. Мы преподаем полный контакт. Там есть и борьба, есть и ударная техника, то есть есть все. И потому что она более универсальная, это реальный бой. Ребята здесь представлены как опытные, так и неопытные. Только пришли к нам в школу, буквально занимались три месяца. Явными фаворитами состязания являлись сборные команды Москвы и Московской области. Чемпионат стал урожайным и для одинцовских каратистов, сумевших собрать максимально возможное количество медалей. Мария Погипольская, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.